Приветствую всех! Это вводный урок мини-курса о том, что такое трейдинг и кто такие трейдеры. Меня зовут Артур Элаян, я трейдер, торгую более 11 лет, а также я основал школу трейдинга TradeArt, курсы которой прошли уже более 1000 человек. Откровенно и прямо скажу, что цель этого мини-курса не в том, чтобы вы сегодня же или уже завтра заработали свою первую 1000 долларов. Чтобы стать трейдером, необходимо не только изучить базу, но и приобрести достаточно практического опыта торговли с грамотным анализом сделок, а это обычно занимает от полугода. Целью этого мини-курса является то, чтобы рассказать вам, что такое трейдинг, кто такие трейдеры, как происходит торговля, как она может отличаться, что нужно, чтобы стать трейдером и показать вам, как открываются сделки. А также развенчать мифы о трейдинге, которыми часто пользуются мошенники и объяснить, что на самом деле является важным и что влияет на эффективность торговли. Кто-то из вас, прослушав этот курс, захочет стать трейдером и пойдет изучать его глубже. Кто-то разберется в том, что трейдинг работает так, что ему неинтересен он для более глубокого изучения и трейдинг вообще не для него. Любой из вариантов приемлем. Я лишь ставлю задачу помочь вам прийти к своему решению и сформировать свое мнение на этот счет. Коротко расскажу программу. В этом мини-курсе 6 уроков. На каждом уроке вы будете поэтапно раскрывать для себя мир трейдинга. В первом уроке я расскажу, как устроен трейдинг, на чем люди зарабатывают, что такое финансовый рынок, почему это безопасно и легально. Во втором уроке вы узнаете, какие деньги можно заработать в трейдинге, сколько времени трейдер посвящает торговле, а также какие есть плюсы и минусы у этой профессии. В третьем уроке вы узнаете то, что нужно, чтобы стать трейдером. Вы узнаете, можно ли научиться с нуля, какие стили торговли бывают. Все это мы разберем на примере выпускников моего курса по трейдингу Profit. В четвертом уроке я расскажу, как установить торговый терминал, как установить его на свой компьютер, попробовать себя в роли трейдера, открыв первые сделки. В пятом уроке я объясню, на чем основываются трейдеры, заходя в сделку, чтобы на этом заработать. И в финальном шестом уроке я расскажу, какие шаги нужно предпринять, чтобы научиться эффективно торговать, а также коснусь темы эмоций и психологии торговли. Итак, начнем. Что же такое трейдинг? Вокруг много мифов. Часто представление о трейдинге мы черпаем из фильмов. Если вы смотрели такие фильмы и сериалы, как «Волкс Волл Стрит», «Игра на понижение», «Миллиарды», то трейдер для вас, скорее всего, выглядит как-то так, как вы видите на слайде. Также он обладает талантом к трейдингу, специальным образованием. И явно это какой-то не среднестатистический человек. А еще считается, что трейдеры – это преимущественно мужчины. Как же трейдеры выглядят на самом деле? Вот так выглядят трейдеры. Сейчас на слайде вы видите фотографии моих студентов и тех, кто со мной в команде. На самом деле трейдеры выглядят совершенно по-разному. Здесь есть мужчины в пиджаках, есть и девушки, есть мамы, и среди них есть и предприниматели, владельцы агентств, есть мамы в декрете, есть блогеры, есть девелоперы, SMM-менеджеры и так далее. Как вы видите, это самые обычные люди, которые просто научились вынимать деньги из финансового рынка. Так чем же занимается трейдер? Давайте разбираться. Перед этим я поясню, почему я имею право рассказывать про трейдинг. Я больше 10 лет в трейдинге, торгуюсь с середины 2011 года. Я практикующий трейдер. Начинал я с того, что попросил у своего отца деньги в долг, залез в трейдинг, потерял их. К слову говоря, это был просто недобросовестный брокер. Но это меня остановило, но ненадолго. Сейчас трейдинг это мой основной источник дохода, который позволил мне переехать из моего родного города Екатеринбурга в Сочи, приобретать недвижимость, купить квартиру в Сочи, инвестировать в недвижимость за границей. Я приобрел квартиру в Дубае. Также это дает мне возможность путешествовать. Только за последний год я с моей семьей, с женой и двумя детьми посетил уже 7 стран. И сделал это абсолютно без отрыва, так скажем, от производства. То есть без каких-либо минусов в моей деятельности, которая приносит мне деньги. Раньше я занимался в большей степени недвижимостью. Недвижимостью сегодня я считаю важным, интересным занятием, прибыльным занятием. Но в один прекрасный момент я понял, что в недвижимости нет, во-первых, такого высокого процента дохода, как в трейдинге. Ну потому что если в недвижимости сделать 50% в год, это крутой результат. В трейдинге сделать 50% на свой капитал в год, это средний результат, даже небольшой низкий результат, я бы сказал. И более того, в недвижимости классно заниматься бизнесом тогда, когда у тебя уже есть капитал. Поэтому трейдинг в большей степени для того, чтобы создать капитал и создавать его. Я знаю, о чем я говорю, потому что тогда, когда я начинал, у меня ничего не было в окружении, касающейся темы трейдинга. Я вынужден был разбираться самостоятельно. Без помощи наставника я прошел большой путь, длинный путь. Я совершил все ошибки, которые, наверное, только возможны. И я дошел до результата. Сейчас я закрываю сделки на десятки тысяч долларов, ну и даже на сотни. И более того, что, наверное, более важно, я четко понимаю, как можно научить другого человека с полного нуля. Сейчас мои студенты зарабатывают в рынке, и я познакомлю вас с ними на следующих уроках. Давайте начнем разбираться с тем, что же такое финансовый рынок. Итак, финансовый рынок это такой же рынок, как и фруктовый, как овощной рынок. Но только на нем торгуют не фруктами, овощами, а различными финансовыми активами. Эти финансовые активы могут различаться по типам торгуемых активов на них. Это может быть рынок металлов, это может быть фондовый рынок, на котором торгуются ценные бумаги, акции, облигации. Это может быть товарно-сырьевой рынок, на котором торгуются нефть, металлы, золото, газ и так далее. Это может быть валютный рынок, на котором, к слову говоря, ежесуточный оборот превышает уже 10 триллионов долларов. Соответственно, возможность заработать там есть абсолютно всегда, в любое время дня и ночи, за исключением субботы и воскресенья. Кроме того, есть криптовалютный рынок, достаточно молодой. Любой из перечисленных рынков позволяет зарабатывать на изменениях цены на стоимость различных финансовых активов. То есть финансовый рынок это рабочая площадка трейдера. То есть это профессия, которая позволяет зарабатывать на разнице цены, покупая и продавая различные финансовые активы. Мы покупаем что-то по цене дешевле и продаем по цене дороже. Ну, например, золото или какую-то валюту. Есть два варианта входа в сделку всегда. Да, сейчас это может показаться сложным, но вообще в целом мы можем зарабатывать как на покупках, так и на продаж. На продажах. В отличие от овощного рынка, просто так нельзя прийти на финансовый рынок и что-то купить. Выход на финансовый рынок осуществляется с помощью посредника. Посредник называется брокером. Брокер это такое юридическое лицо, которое зарегистрированное должным образом, которое предоставляет выход на финансовый рынок. Трейдер открывает счет у этого брокера по аналогии с тем, как открывается счет в банке. Этот счет пополняется денежными средствами и с помощью этих денежных средств на специальной торговой программе, которые представляют из себя торговый терминал, который устанавливается на ваш гаджет, на ваш ноутбук, компьютер и даже планшет или телефон. Осуществляет торговые операции. В четвертом уроке я покажу вам, как выглядит терминал. Задача трейдера это купить что-то или продать что-то. То есть, когда мы видим что-то на графике, что говорит нам о том, что цена на этот финансовый актив будет расти, но мы, соответственно, покупаем. И наоборот, когда мы видим что-то, что говорит нам о снижении цены на финансовый актив, мы, соответственно, продаем и можем на этом тоже зарабатывать. То есть, если с точки зрения покупки, наверное, все понятно, купили дешевле, продали дороже, то с точки зрения продажи не совсем так. То есть, мы можем предположить, что цена условно будет снижаться и сделать ставку на понижение. То есть, построить торговый сценарий таким образом, что цена будет снижаться. И мы открываем сделки в продажу. Как это технически, особо сейчас не заморачивайтесь, позже вы это поймете. Немногие об этом знают, да, эти сделки называются шортовые, то есть сделки на продажу. Именно поэтому профессия трейдера не подвержена каким-либо кризисам. Для трейдера не имеет значения негативного точно падает, как цена на какой-то актив, либо растет. Не важно, что происходит. Трейдер может одинаково зарабатывать как на росте, так и на падении. А зачастую на падении даже больше. Вернее, не больше, а быстрее. Почему? Просто так работают рынки, что падает цена на какой-то актив, как правило, быстрее, чем растет. Можете такую аналогию представить, чтобы дерево выросло, его надо поливать, удобрять, и это происходит не быстро. Но если вы хотите, чтобы дерево упало, его нужно просто срубить. Вот примерно так. Я вам приведу пример. Перед вами моя легендарная сделка на биткоине. Почему легендарная? Легендарная она потому, что большинство людей в этот момент времени на хайпе покупали биткоин. Я не делал ничего сверхъестественного. Я просто, как обычно, читал график. И почитал на графике определенный набор критериев, который мне подсказал о том, что хватит лонговать, пора шортить. Это сделка, долгая сделка, это сделка была с ноября 2021 года и в начале, ближе к середине 2023 я ее закрыл. Эта сделка принесла больше 200 тысяч долларов. Я подробно о ней буду рассказывать. Более того, в моем телеграм-канале, в инстаграме я часто рассказываю об этом. И, соответственно, конкретно про эту сделку вы тоже там сможете почитать. В следующем уроке я расскажу о том, какие деньги можно заработать в трейдинге, сколько времени трейдер посвящает торговле, а также расскажу о том, какие плюсы и, конечно, минусы есть у этой профессии.